Уральская кура против норвежской семги. Аппетит разыгрался не у покупателей, а у торговых точек. Многие жалуются, что цены растут как на дрожжах. Отечественные фермеры пытаются успокоить покупателей и кормят завтраками из челябинского маскарпоне и местного хамона. Мол, деликатесы можно производить и самим. Но пока потребителям остается лишь пожирать глазами красную рыбу по 500 рублей за кило. Что это, сезонный рост цен или спекуляция? Ответ искала Дарья Дементьева. На последнюю семгу в законе покупатели кошелек не разевают. Подорожавшая почти вдвое норвежская рыба в бюджет не вплывает даже под угрозой исчезновения. Впрочем, пытаясь в последний раз нажиться на дефицитных товарах, магазины задрали цены на все санкционные продукты. Но чек стал больше и на отечественные товары. Овощи, мясо и птица в среднем на 20 рублей дороже. Однако уральские производители, которые и до санкций поставляли на рынок 90% сырья, от повышения цен открещиваются. На ценовую политику это пока никак не сыграло. То есть как была у нас цена на уровне прошлого года повышения, мы не ожидаем на нашу продукцию. Спекуляции нет, подтверждает и антимонопольная служба. Жалоб стало больше, но проверки показали. Из 11 продуктов-маркеров в неуемный рост ушли только яблоки. Рост цен – явление сезонное. Просто эмбарго заставило россиян внимательнее смотреть на этикетки. Увеличились тарифы на железнодорожный транспорт. Кроме того, произошел рост цен на другие тарифы. Поэтому то, что происходит, некий рост цен, иногда это объясняется какими-то сезонными факторами. Эксперты уверяют, паранормального подорожания продуктов ждать не стоит. А любители заграничных деликатесов утешают местные фермеры, обещая челябинский маскарпоне и свердловский хамон. Ничего сложного нет в том, чтобы сделать те деликатесы, которые сегодня закупались и они полюбились. Сделаем такие деликатесы. От перспективы производства уральского фуагра в ужасе рестораторы. Они уже досыто наелись российской моцареллой и грустно шутят, что в итальянском кафе, видимо, придется перейти на русскую кухню. Ведь на отечественном сливочном сыре тирамису не приготовишь. Свой подход надо получается, да? Пересматривать абсолютно всю рецептуру надо. Какие-то будут лазейки, они на данный момент сейчас есть. Как, к примеру, Филадельфий может достать в Москве. Цена у него будет, конечно, космос. То, что итальянских ресторанов станет меньше, русским душой поварам лишь на руку, уверен сицилийский шеф Франческо Спамбинато. Он давно живет на Урале и уверен, местным поварам не хватает именно внимания к своему кулинарному наследию. Сейчас Франческо улучшает свойства русских пельменей. Впрочем, не ими одними сыты будем. Сегодня на кулинарном салоне повара со всего Урала показали, что готовить можно и под соусом эмбарго из наших продуктов. Вскоре во всех ресторанах страны. Свинина, фаршированная лисичками, капустный салат с кедровыми орешками и маринованные опята. Дарья Дементьева, Алексей Богданов, Новости 41-го канала.